Спасибо большое, Дэвид. Для меня огромное удовольствие быть здесь сегодня с вами и быть сопредседателем этого очень интересного симпозиума по меланомному раку. Я искренне полагаю, что этот симпозиум будет очень интересным. Он действительно идет в рамках Европейской школы онкологии. Дэвид Саридзе является председателем Европейской части. Мы уже провели огромное количество мероприятий здесь в регионе, в России и не только в России, в Грузии, также в Казахстане. Мы организовывали мероприятия и мы, так скажем, расширяем нашу деятельность на данный момент и надеемся, что мы расширим ее и в последующие годы. Позвольте мне рассказать несколько слов о том, что такое школа онкологии. Я покажу вам небольшое видео на 3 минуты приблизительно. Пожалуйста, можно мне видео вывести на экран? Это видео объясняет, что такое школа онкологии. Школа онкологии была основана в 1992 году, в 1982, извините, за 30 лет. 750 мероприятий было организовано, включая конференции большие, мастер-классы, разнообразные обучающие программы и семинары. Наш язык, это всегда английский, плохой, так скажем, английский, потому что мы международная школа, но надо сказать, что мы говорим на фламандском, датском, английском, но тем не менее, мы стараемся донести то, что является действительно добавочной стоимостью европейской традиции в онкологии. Профессор и президент Домель Дальгада запустил эту школу изначально. Изначально многие вещи в онкологии не понимались или практики очень сильно различались по всему миру. Мы старались эти практики унифицировать. Ведь еще в 70-е годы мы прежде всего говорили о том, что пациенту нужно предоставить максимально переносимую терапию. И мы должны были обратить эту парадигму. Мы должны предоставить максимально эффективную терапию. Профессор и его коллеги говорят, что у нас сегодня новый подход к медицинскому образованию. Это, во-первых, мы говорим сегодня о лечении самого пациента, а не о лечении заболевания. Мы сегодня врачи, мы обращаем гораздо больше внимания на самого пациента, как на личность, как на целостность, нежели чем мы это делали в прошлом. И таким образом создается огромное количество возможностей для того, чтобы эту миссию в жизнь воплощать. Мы можем, в общем-то, с вами традиционным образом мыслить, можем мыслить инновационно. Но самое главное, чтобы и то, и другое было сведено вместе для того, чтобы предоставить максимальную информацию для постоянного, непрерывного образования врачей. Здравствуйте. Из Бостона, из Массачусетса мы. Европейская школа онкологии также проводила большое количество дистантных курсов обучения при помощи компьютера. Это ИСО-сессии. Здравствуйте. Добро пожаловать в Европейскую школу онкологии. И каждый четверг в 6 вечера здесь, соответственно, это 12 по Бостону, мы с вами можем соединиться при помощи интернета. Абсолютно все могут участвовать. Нет, спонсоры – это абсолютно бесплатный курс. Здравствуйте. Добро пожаловать. Я буду выступать из Торонто, буду рассказывать вам свою презентацию из Торонто. Из Рима, из Филиппин у нас сейчас вопрос. У меня два вопроса по мастер-классу из Дубровника. Вообще, в принципе, сама мысль о том, что мы с вами соединяемся, соединяемся каждую неделю в течение двух часов, это на самом деле для моего поколения, это просто невероятная мысль даже. Мы даже не могли себе представить, что мы можем так получать образование и информацию. Мы абсолютно независимая организация, у нас нет никакого коммерческого спонсорства. И у нас больше двух тысяч сегодня врачей, которые соединены по всему миру при помощи интернета. У нас также есть редакторская деятельность, и мы опубликуем Cancer World и другие журналы. И все наши студенты получают бесплатную подписку на наши основные издания. Таким образом, это действительно серьезные инвестиции. И Европейская школа онкологии продолжает организовывать около 30 мероприятий в год. И мы стараемся удвоить на данный момент в будущем, мы стремимся к удвоению всех наших мероприятий по количеству, и постоянно работаем над качеством. На самом деле наша философия в области образования говорит нам о том, что у нас должен быть холистический, единый подход к образованию в области онкологии. И мы понимали прекрасно, что мы должны предоставлять информацию не только врачам-онкологам, но также и медицинским сестрам, и психологам, и врачам общей практики. Это очень инклюзивная, так скажем, программа, которая приветствует разнообразных врачей из абсолютно разных отраслей медицины. И не только лечение, но и забота о пациенте. Это то, что является основными приоритетами ИСО. Это не только обучение, это прежде всего обучение тому, как заботиться о пациенте в принципе. Большое спасибо. Я так понимаю, что у вас сейчас есть некое понимание того, что такое ИСО и какие возможности ИСО предоставляет для людей, живущих и работающих в России.